Пока модернизирована только одна производственная линия автомеханического завода в посёлке Дружный. По словам руководителя предприятия Сергея Пушко, пока это слабо сказалось на итоговой стоимости продукции. Однако с оптимизмом добавляет, всё только начинается. Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» Нижегородский автомеханический завод получил необходимую поддержку. Работа стала приятней, работа стала интереснее, работа стала правильнее, потому что это и чистота, и понимание производственных процессов, и, соответственно, порядок, он и дисциплинирует, и всё. В основе модернизации завода лежит концепция бережливого производства. Подобная организация работы позволяет уменьшить простое в производстве, а также сделать для людей работу более удобной за счёт оптимального обустройства рабочих мест. Пока что сложно привести какие-либо цифры, но, как отмечают в руководстве завода, эффект налицо. Теперь предприятию нет необходимости работать в две смены. Всё это позволило сделать новые производственные площади и оборудование. Работать очень удобнее. Все у нас сейчас, все подручные инструменты висят на досках. Мы всё рядом берём и работаем. Меньше времени на ходьбу такая. Только занимаемся чистой работой. Соответственно, увеличился у нас поток производства. Больше начали делать фургонов и спецтехники. Ну, соответственно, на этом и зарплата у сотрудников увеличилась. Изменения в перспективе коснутся не только зарплат сотрудников, но и стоимости конечного продукта производства, а также безопасности на рабочих местах. По прогнозам руководства предприятий, путь, который каждый деталь проходит до начала изготовления до конца, сократится от 7,5 до 3 километров. Также из-за растущих объёмов производства планируется создать новые рабочие места. На это нацелен и национальный проект производительность труда и поддержка занятости. В него включились уже несколько десятков нижегородских предприятий. Всего у нас сегодня 52 предприятия уже. Это серьёзная величина. И до конца года будет больше 70 предприятий. Вовлечено в этот процесс. Это значит, 70 и более предприятий уже в этом году будут развивать своё производство, делать его более совершенным, увеличивать производительность труда, создавать новые высокотехнологичные рабочие места. И мы делаем всё, чтобы этот поток нарастал. В целом, благодаря национальному проекту «Производительность труда» и поддержке занятости до конца 2020 года в регионе должны появиться более тысячи новых рабочих мест. Сергей Щеблягин, Артём Таранков, Дмитрий Засухин и Максим Веселов. Время новостей.